Низкое давление Низкое давление. Советы на каждый день. Хепатоники очень любят поспать. Если в среднем человеку необходимо 6-8 часов сна, то тем, у кого давление в минус, 9-12 часов в самый раз. Их часто называют сони, лентяи. А на самом деле, долго спать и лениться по утрам – физиологическая потребность их организма. Вот несколько простых, но важных рекомендаций, которые помогут ощущать себя комфортнее и добрее уже с утра. Никогда не вставайте резко. После пробуждения полежите еще несколько минут, двигая руками, ногами, и только потом медленно садитесь в кровати. Теперь, привыкнув к вертикальному положению, медленно вставайте. Именно так можно избежать головокружения и утренних обмороков. Выпивайте в течение дня около 2 литров жидкости. Ешьте 4-5 раз в день. Питание должно быть витаминизированным, с достаточным количеством пантотеновой кислоты, витаминов В, С, Е и других. Так как у вас есть предрасположенность к гастритам с повышенной кислотностью, избегайте копченых, пряных и жареных блюд. Гипотоники крайне плохо переносят статические нагрузки. Им необходимо движение, активность, которые повышают мышечный и сосудистый тонус, дает ощущение бодрости и новых сил. Потому так полезны занятия в бассейне, игровые виды спорта, теннис, волейбол, бадминтон. Обязательно полюбите водные процедуры, массажи и гидромассажи. А еще контрастный душ. Однако осторожнее с резкими температурными перепадами. Их быть не должно. Применять какие-то специальные лекарственные средства не рекомендуется. Наилучший вариант для гипотоника – адаптогены. Например, элиутерокок по 15-30 капель в первой половине дня, шеньшень 15-25 капель, лимонник китайский 20-30 капель перед едой. Лечение гипотонии должно быть комплексным. И приведенные ниже рецепты не следует воспринимать как панацеи. Но при грамотном применении они могут существенно улучшить общее состояние организма и нормализовать артериальное давление. Настойка зверобоя и крапивы. Взять в равных частях траву зверобоя продырявленного и листья крапивы двудонной. Сырье должно быть сухим и измельченным. Смешать ингредиенты. Одну столовую ложку смеси залить пол-литрами водки. Укупорить. Настаивать 5-7 дней. Процедить. Принимать в течение недели. По 2-3 раза в день перед едой. По 30-40 капель на прием в небольшом количестве холодной кипяченой воды. Настой цикория с овсяными хлопьями. Взять в равных частях измельченный и сушеный корень цикория и овсяные хлопья. Хорошо перемешать. Одну столовую ложку смеси залить стаканом кипятка. Накрыть, настаивать в течение часа. Процедить. Принимать настой в течение 2-х недель. По 3-4 раза в день. За полчаса до еды. По 50 мл на прием. Вино с луками алое. Измельчить одну очищенную луковицу среднего размера. Добавить 1 чайную ложку сока алое и 100 г меда. Перемешать. Залить смесь полулитрами красного вина. Снова перемешать. Укупорить. Настаивать в течение недели в прохладном месте. Процедить. Добавить сок из половины лимона. Принимать в течение недели. По 3 раза в день. За полчаса до еды. По 1 столовой ложке. Чеснок с лимоном и медом. Пропустить через мясорубку 1 лимон. С цедрой. И 6 очищенных зубчиков чеснока. Средней величины. Добавить 1 столовую ложку меда. Перемешать. Принимать в течение 2-х недель. По 2-3 раза в день. За 1 час до еды. По 1 столовой ложке смеси. Источник. Интернет. Будьте здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...